Жизнь в дороге с этот матч, что в видной точке зрения, не решает, с другим счетом, ничего. Максимум, что может локомотив, при удачном стечении обстоятельств, догнать по очкам губану. Абстандарскую, но, скорее всего, шестое место. Настоятельство за локомотивом, в ближайшее время, но мы видим, как команда. Это фантастики, друзья! 5-1, все! Все написано на лице Паговаревой. 5-1! 5-0 было максимально. То есть 6 локомотив чуть не бывал в первом для себя чемпионате в России. Азумов опять в обороне! И 6! Еще момент. Ну что, 7-й? 7-й там! Вынимайте представитель Сочерданова, 7-й мяч из сетки своих ворот. Сегодня локомотиву, мне кажется, можно пить шампанское после матча. Делать это не так, как Кокорина Мамая в Порте-Карло, а поскромнее, но ответить ему на победу можно. Ускорение, ул! Ускорение, ул! Я бежала на школьных соревнованиях, 100-метровку, я пробежала 100 метров первое, и меня поймала какая-то женщина за руку на финише и сказала, я хочу, чтобы ты тренировалась, приходи, дай свой номер, и это как-то было так все сумбурно. Она мне через 3 месяца позвонила, и я пришла на первую тренировку, и меня прям так затянуло. Я помню, меня привел папа, и ему очень, прям, он хотел мальчика очень сильно, потому что я третья девочка в семье, и он хотел мальчика, а получилась я. И хотел, чтобы он играл в футбол, а получилась вот я и играю в футбол. Я в детстве до 9 лет жила в футболе с бабушкой в Краснодарском крае, и у нас прям выходишь из двора, и через дорогу футбольное поле. Ребята там постоянно играли, ну и была среди них одна девочка, которая бегала с ними. Это была я. Я даже вообще не знала о том, что есть женский футбол, есть сборные какие-то, клубы. Вообще не слышала и не имела представления. Меня отдали мальчикам в группу, я вот лет 8, наверное, занималась мальчиками. Там турниры и все такое. Очень сложно было ездить на соревнования всякие, потому что я же не могу с ними в номере жить. Со мной ездил папа, и мы жили вместе вдвоем. С 89-го года уже появилась женская команда, куда попала я, и прошла бы отбор, и стала заниматься женским футболом. Раньше это редкостью было, и девочки занимались вместе с мальчиками, но с того времени вокруг меня, и я внутри женского футбола, и это моя жизнь. То же самое делаем, только с сопротивлением. Сейчас вы вдвоем работаете. Сюда сразу два игрока, к ней как атакующие, и здесь два игрока. Поехали! Давай, марш! Футбол, ну, как все говорят, да, что это мужской вид спорта, но мы видим, как в Европе играют девушки, насколько это красиво. Мы видим, что происходит у нас тоже, да, что, наверное, это уже не мужской вид спорта, это просто футбол. Девчонки не настолько тактически оснащены, технически, но они своим желанием, своим азартом, эмоциями и какой-то передачей, наверное, вот этой любви к футболу, то есть для них это не работа. КРИКИ Папе позвонили, спросили, не хотел бы ли он меня отправить в футбол, но тогда мама настояла на своем и сказала нет. Она единственная дочь в семье, должна быть со мной. В моем примере мама категорически не хотела, чтобы я занималась. Вот есть футбол, есть, не знаю, фортепиано, чем ты будешь заниматься. И, естественно, когда я говорила футбол, мама психовала, говорила, что вот такие таланты. Она никак не принимала до, наверное, лет 13-14 вообще. Не хотела даже слышать о том, что есть футбол. И начинает посаду пассажиров наезд, номер 11-14, и вот как-то так, по-настоящему, в 44-24. Ну вот, насколько я сейчас сталкиваюсь с этим, они рассказывают свою историю, что убегали, убегали из дома. И из-за того, что мама запрещала играть втихаря, она ездила, никому не говоря, пропадала на футбольном поле и тренировалась уже, мама не знала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, чтобы на прошлый сбор приехать, когда у меня на вешалках все висело красиво. Я помню, как в прошлый раз у тебя было все на вешалках. Мама, мы даже снимали это. Так, это же Мойка. Какой красивый. Родной. Чистый. Понятно, что красится, готовит себя около зеркала, и не выйдут никогда, не посмотревшись в зеркало. Как я вообще сейчас выглядела? Позвольте, сила! Я все детство общалась только с ребятами. И сейчас мне легче найти общий язык с ребятами, чем с девчонками. Потом идешь в губы, иди в стартаник. А что, нет? Год, Эля, прекрасно. Нет, давай, прекрасно. Пойдем. Пойдем. Что? Смотри. Еще хотели как в деталях. Девчонки, которым комфортнее себя чувствовать, как бы, ну, пацанки такие. Ну, как бы, мы в детстве все, в принципе, были, кто вот сейчас занимается футболом, мне кажется, все мы там с пацанами, пацанки. Потом, когда выросли, кто-то захотел остаться в таком, кто-то так себя более комфортно чувствует, кто-то нет. Вот, поэтому она или есть, эта женщина, она у всех есть. Просто кто-то ее более, ну, там, прячет и в быту, и на поле, и везде. А кто-то, то есть, как есть, как природа мне создала. То есть, я так все чувствую, мне так комфортно. Я не хочу никого из себя изображать, ну, такая, какая есть. Так же и на поле. Три. Ура! Приходилось брать игроков, которые никогда не участвовали в высшем дивизионе, не играли профессионально. Для них это первый такой опыт, который, ну, стал достаточно серьезным. Ряд игроков вообще не знает, что только профессиональный спорт. Кто-то работал, помогал в офисе, кто-то официантом в ресторане. У нас мало команд, у нас мало тренеров. Очень короткий чемпионат, у нас мало игр, у нас мало международных игр. Мы очень, не знаю, застряли. В Америке женский футбол – это самый распространенный вид спорта. Там занимается больше 7 миллионов человек. Вы представьте, просто девочек. У них все такие стадионы, на которые у нас у мужчин высшей лиги не забиты, у них всегда забиты. И я уверена, у нас тоже к этому придут. Может быть, моя дочка придет в футбол, и к этому моменту уже будет все. Так, как бы хотелось сейчас. Тяжело, когда шестое место, там, пятое мотивировать. Но опять задел на следующий год. То есть мы собираем сейчас, мы как копилка такая, да, мы складываем себе вот эти вот плюсы, очки. Какой-то психологический фон создаем, что мы не аутсайдеры. Что мы должны, что мы можем играть и противостоять любому сопернику. Сейчас мы сталкиваемся с их нестабильностью. Мы сталкиваемся с тем, что молодость все равно берет свое. Там, мальчик из армии вернулся, мы меняемся, да. Либо, наоборот, там, влюбилась она. Либо, ну, просто, да, потому что она еще молодая, она еще не профессионал, который стабильно играет. И, ну, так, наверное, должно быть. Давайте, встаем потихонечку, готовимся к разминке. Читайте, прошу, вы сделаете. Они стали лучше, требовательны, они стали потихонечку становятся профессионалами. Это видно даже по нашим матчам, по отношению к тренировочному процессу, то, что внутри коллектива происходит. Они дрожат тем, что у них есть. И самое важное, что они хотят играть в футбол и любят его. То есть здесь не останется, наверное, человек, который не горит, не живет этим. Независимо от того, да какое будет руководство, что будет происходить. Футбол не потерпит людей, которые не живут этим. Наконец-таки мы готовы играть по прошествии 7 месяцев. Не потому, что мы там знакомились все это время, а потому, что мы через многое прошли. Поражения, победы, ничьи. То есть все эти сложные моменты, когда нас всех ругают, когда нас всех хвалят, когда кого-то ругают, кого-то хвалят. То есть мы это все пережили, и изменение команды стало командой настоящей. Понятно, что они тренируются на этом поле, поле не полевая, поэтому мяч будет застревать, торможание будет. Плюс сейчас на разминке были сдуты очень сильные мячи. Поэтому быть готовыми, что сейчас будут перекачаны, либо накачаны очень хорошо. Будет тяжело делать длинную передачу, подстроиться, поднять. Очень внимательно, первые минуты матча. Пошли. В приеме мяча. В приеме мяча Шестерневых. В приеме мяча. Ну, сейчас, если интересно, в Голландии играть в Швейцарии. Первые за 25 минут 27 тысяч рублей пробовали. Добрый день, пожалуйста, в Голландии играли на сайте. Добрый день, пожалуйста, в Голландии играли в Швейцарии. Здравствуйте. Когда выходишь и думаешь, либо сейчас, либо никогда. А иногда выходишь, и как-то так внутри непонятно. Ну, сложно передать словами, если честно. Спасибо. Говорить о том, что она лучше, она может быть готова лучше и технически лучше оснащена, но в каком-то матче психологически быть неуверена в себе. Вот этим и отличается женский футбол от мужского. Мне кажется, здесь больше играют эмоции. Только почувствует она, что она слабее, она играть не будет вообще. Понимаю, что если она проиграет раз и два, все, она проиграет весь матч. Мне вообще ничего не нравится, что я делаю. Я требую себя. Но у меня ничего иногда не получается, и меня это еще больше нагнетает. Я начинаю расстраиваться. Хорош, хорош! Не бойся, сейчас! Ты понимаешь, что ты хочешь чего-то добиться, и чтобы этого добиться, тебе нужно выходить и рубиться. Выходить и просто на последний бой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Особенно если кто-то с кем-то зацепится, ну, там, в моменте. Там кто-то кого-то обыграл, позлилась. Раз еще раз обыграл. Или меня кто-то там обыграл. А я защитник. В смысле ты меня обыграл? Я тебе сейчас... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну! Порой вы сами видите, да, какие-то нелепые комбинации, которые по логике вещей, если в мужском футболе никогда в жизни не пройдет так, это понимаешь, да, то здесь у девчонок это кто-то мимо мяча маханул. Или там, она не ту ногу вроде ставила, не может, она забить этот мяч, попадает куда-нибудь там в надкосницу, в щиток, и мяч злитает, ворает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Победа! Я просто хочу играть для себя. Мне нравится чем-то заниматься. Очень нравится чем-то заниматься. И я даже не представляю, кем бы я была и где я была, если бы не было футбола. Потому что я ему очень много отдала. И пока все складывается нормально, буду продолжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И я хочу привезти в Черкизову Лигу чемпионов. Хочу стать чемпионом, хочу выиграть кубок. И все, я хочу это сделать именно в женском футбольном клубе «Локомотив». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы первый клуб, который в структуре мужского клуба. Это очень похвально и радует, что первая заявилась таким образом «Локомотив». То, хотелось мне, чтобы команды были не только «Локомотив», а также и «Зенит», и «Спартак», и «Динамо» с громкими именами, которые клубы состоявшиеся. И были вот эти женские команды при каждом клубе. Хочу переиграть. В окно, в окно не попади. В окно, в окно, в окно. Ну просто, что вам нравится. Вот вам нравится в футбол играть, например. Конечно. Да не просто, это работа. Это главное. Удачи вам, девочка. Спасибо.